ДИНАМО ТВ 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 Я буду в городе зелёный. Конечно, конечно. Вы начали подготовку к сезону. Если хотите выиграть чемпионат Беларуси, то бросите кубик. Хочу. Повезу. Вот это день, конечно. Раз, дубль. Вы не попали в основной состав клуба на подготовительные сборы и тренируетесь с дублем. Начните игру сначала. Вот так вот. Тебя спустили вниз, понимаешь? Чуть-чуть. Валера. Уже не люблю её. Номер два. Такая же. И Валера Кичин отправляет у нас на сборы. Бросьте кубик ещё раз. Если выпало от одного до трёх, то на зарубежных сборы денег не хватило. Вы ставите с вами вести. Если от четырёх до шести, то вы едете в Турцию. Да, я в Турцию. В зарубежных сборы денег не хватило. Как всегда. Двигайся на кетку номер два. На самом деле в Беларуси такое часто бывает, что у клубов не хватает денег на зарубежных сборов. Хотя в этом году почти все наши клубы на сборы ездили. Куда? В Турцию. В нас едят все в Турцию. Так, Валера, двигайся. Кроме Турции. Я подвинулся. Да, я сделал. Я сделал. Я сделал. Гори, Саня. Пожалуйста. Номер три. Раз, два, три. Игорь Стасевич. Наверное, лучший игрок в Беларуси прямо сейчас, который постоянно бьет крутые передачи, забивает тащик БТ в Лиге Европы. Идите на три клетки вперед. Очередной шикарный ассист Игорь Стасевич. Ну, правда, сейчас к нам в команду перешел Валера Кищи. Он уже успел отдать голевой пас в матче с Гобелью. Будем надеяться, что Валера думает. Браво, Владимир. Браво. Владимир Базанов. Самая серьезная клетка в этой игре. Это председатель Ассоциации БФФ, который имеет очень богато военное прошлое. Полковник вооруженных сил в Республике Беларусь. Поэтому... Я уже прочитал. День отжиманий сделаем. Ну, конечно. И оставаемся в игре. Насяночку просто. В прямом виде. Сразу в пизуху потянем. Один, два, три. Браво, Дима. Шесть. Десять. Десять. Хорош. Браво, Дима. Сейчас я опять один. Смотри. Мы как раз сегодня разминались на тренировке по этому поводу. Смотри, один опять. Опять один, опять назад. Смотри. Шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Предсезонный спарень. Не просто выбег еще раз. Да, конечно. Если от одного до трех, то вы проиграли все. Если от четырех до шести, то... Серьезно? Вы выиграли все. У вас все хорошо. Сойтесь на месте. Ух! 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 А че с голосом? А он просто дополнительно работал в тренировке, а потом просто... Не надо, да? Работал после тренировки еще чуть-чуть. Так, конечно, продолжай. Главное не один и не два. Да, четыре. Четыре. 15. Золотой мяч. Вам никогда его не получите, оставайтесь на своей ветке и грустите. Что за обида сейчас? Валера, какая самая ценная награда в твоей коллекции? Я думаю, они у тебя все равно были. Детский юный шестер. Лучший футболист в Кыргызстане. В 2016 году. А один раз только получал награду? Да. Вот это неплохо, да? Ты был лучшим игроком в Кыргызстане? Нет. А вот он был в Кыргызстане. Поздравляю, Валера. А что бы сказать? Я даже не знал. Мастер спорта международного класса получил тоже. Официально. Официально. Но у вас такого нет? Нет, с мастеров. Так. Продолжаем. Ридж, одни ребяты. Ага. Не зря мы не назывались Таискультуару, у тебя есть шансы спориться. Ну, я не знаю. Тоже. У меня тоже по географии тоже как бы проблемки были. Да. Двигаемся дальше. Надо честно. Правильно. Один, два, три. Кто? Динко Триботич. Динко Триботич. Вас совершенно не очевидно отправили в дубль. По-хорошему это вас пропустит в пол сезона, а вы пропускали только один код. А, хорошо. Я думаю вы слышали о том, что Динко Триботич пропустил в пол сезона, был отправлен в дубль, не имел долгой практики. Но сейчас. А почему? Тренерское решение было такое. Вот, ну. Так, 8 минут. На данный момент. Неожиданно вас назначили главным тренером сборной. Бросьте кульпик еще раз. Это новый главный тренер сборной Беларуси. Да? Неожиданно. А, это не знаю. Опа. Так, давай еще раз. Конечно, ты не зря. Привет. Динамо из, кстати. Четыре. Четыре. Динамо. Динамо Брест. Вы в самолете пролетите на 5 клеток вперед. Единственный клуб, который летает в Беларуси на выезды на самолете. Витебск. Упс. Вас выбил Кукс. Что на чему? Пропустит охота. Та команда, которая выбила Витебск из Лиги Европы в первом раунде. В квалификационном. Ааа. Да. Что касается Брестского Динамо, вот Валера, расскажи, какой был твой самый длинный перелет. Выезд вот вспомнил в самолете, например. В Австралию. Я добирался около 31 часа только в самолете. Ты куда добирался? С Бишкека. Точнее, с Тюмени в Бишкек, с Бишкека в Алма-Ату, с Алма-Аты, в Абу-Даби, с Абу-Даби, в Сидней. Сиднея на машине в Камбиру. Браво. Шесть пересады. Это как ты с ума не совершил. Ну так, а потом на следующий день вышел на игру и оказался в космосе. Ну, понятно, сборная Астралии. Ну, голова кругом. Я столько летел и через полчаса. Я ночью прилетел, на следующий день тренировка была и на следующий день уже игра. И все, такое ощущение, как будто астралийцев на 3-4 человека больше играло. Как маленький окончился? 3-0 мы проиграли. Ну, это сборная Астралии, да. Продолжаем. Угу. Никхай, у нас. Раз, два, три, четыре, четыре, шесть. Михаил Махель. Да, Гости Кубик еще раз. Михаил Махель уже вспоминали. Продолжаем. Шесть. 1-2, 4, 5, 6. Михаил Гордеичук, один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Беларуси. Зимой перешел в Казахстан, у него там ничего не получилось, к сожалению, поэтому сделай два года назад. И Михаил Гордычук приходит в Брестское Динамо. Да, так получилось. Он перешел сейчас в Брест. Довольно громкий транспорт. И ты тоже пропускаешь ход. Нина, ну ты делаешь два хода подряд. Сейчас я буду куда. А так он же пропускает ход у него. Да, я тоже один раз. Получается только один, да? Только один, давай. Давай. Два, сейчас. Два, судейство. Конечно. Пропускаешь еще один ход? Ай! Нина! Есть случай, что ты реально страдал от судейского беспредела. Нет. В твоей карьере? Нет. Никогда? Вообще никогда? Нет, все нормально было. Два раза в жизнь получил красную. Должен был получить и все. То есть это все было справедливо. Все, все нормально, все правильно. Ты честный футболист. Играем дальше, Валера. Шесть. Я пойду на кофе сейчас. Кадзис, слушай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, три. Тридцать три. Сектор это Вадим Жук. Довольно известный рефери ФИФА. Самый опытный рефери в Беларуси. Он уже конечно давно на пенсии. Человек, который ругался с Лобановским. Который судил финал Кубка Советского Союза в 1989 году. Отменил был московского торпедо. И московского торпедо потом на него жалобу подал. Сам старостя на него писал жалобы в свое время. Поскольку московский Спартак якобы из-за психологического наглума в результате судейства. Ну, были там такие истории. Почему? Про телефон здесь написано. Кстати, можешь плюнуть на свой телефон. Есть нам пропущенные? Да, если есть неотвеченные, то... Попустите вход. Попустите вход. Владимир Николаевич Новицкий всегда в своих эфирах постоянно говорит, что если какие-то есть судейские моменты на поле, то давайте позвоним Владимиру Дмитриевичу Жуку, проконсультироваться. Вот такой прикол. Владимир Николаевича нету? Нету. Играем дальше? Угу. Раз, два, три, четыре. Какие-то курзы. Курзы, да. Наверное, один из самых талантливых воспитанников Минского Динамо. Пару лет назад он перешел в Киевскую Динамо. Или они его купили. Пропустите вход, да? Прошел сезон он заканчивал в аренде у нас, но потом перешел в Саудовскую Аравию зимой. Ну вот, так получается. Никита, привет тебе, помним. Да, привет. Ай, 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 ай. И что за клетка у нас? Александр Чиш, вам пришла повестка, товарищ призывник, пропустите два входа. Два входа. Дай Чиш. Ну я думаю, вы знаете эту историю, то, что Саша Чиш не слушал армию. Да. Месяц. Да, да, да. Дай Чиш, ты армия. Давай. Жуковский и Ташуев. Два тренера. Один тренирует Ислыч, это Виталий Жуковский, Сергей Ташуев, Шахтер. Он был у них такой серьезный конфликт после них матча, который журналисты подогревают до сих пор. Пропускаем один ход. Да сколько можно тут один пропуск ухода? Дина, вообще два хода пропускаем. Тут либо вылетел с игры, либо пропустил ход. Шесть. Шесть. Иван Бахар. Бахар. Вы перспективный, просто кубик еще раз слушайте, но Диме везет. Сейчас играет Бахару, да? Перспективный футболист. Сейчас играет Бахару. Да. Раз, два, три, четыре. Илья Начин. Вы вышли в состав чемпионата России, немедленно покиньте игру. Да? Ха-ха-ха-ха-ха. Рабимо. Это самая обсуждаемая тема Юля, это белорусские клубы в РПЛ, и не только белорусские. Слушай, пру-пру-пру. Он дважды вылетел. Да, ты вылетел вперед. Ну вообще все, что поделать. Остаются у нас два футболиста в игре. Повезло. Повезло, везло, не повезло, да? У вас текубик еще раз, только внимательно. Не повторять, шутно Диме. Он по одному решил. Белорусский агент Валерий Сайд, который частенько пишет свое мнение в Facebook, его цитируют известный белорусский спортивный сайт, и сейчас нам пишут «Итраминская Динамо». Он не всегда хороший. Ну что, не дадим привет. А с кем молодым? 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 Теперь я играю. Один, два, три, четыре. И вот не любит Динамо эту команду. Досмотр. Вы пришли на стадион, а вас досматривает милиция. Пропустите ход. Ну вот такая, с пропуском пошли. На самом деле, это не прикол. У нас частенько одна из главных проблем в Беларуси, это досмотр, милиция. Я думаю, вы тут еще не успели почувствовать это? Ну пока, слава богу, и не хотелось бы. Даже когда мы играли Лигу Европы, вот у футболистов я досматриваю. Можете себе представить? Да. А почему? Перед игрой же мы заезжали, но не нас досматривали, а перед нами. Обычно нас тоже со собаками. Да, но не нас знают. Четыре, пять, шесть. Николай Хатасевич, сделайте прогноз на ближайший футбольный матч и оставайтесь на клетке. Известный белорусский журналист, который сейчас занимается прогнозами ведет свой год. А на какой именно матч? Ну давайте на наш матч. Матч сгородили. Это однозначно будет победа. Ну и дай бог так все и получилось. Если не получится, Валера нам дай свой футбол, который мы разыграем среди наших футболистов. Давай, эй. Адинаму, блядь, я специально, я специально. Адинаму, блядь, я специально. Адинаму, блядь, я специально так. Нина, пропустите ход. Адинаму, блядь. И как вы на выезда ездили? На самолетах всегда дорого? Самолет 90% и два раза, два везда там с быстрым поездом. На поезде? Да, но это быстрый, как зовут? Буллетрейн. Как патрон поезда. Пуля, пуля, пуля. Пуля, пуля. Как происходит? Как? Нормально, идешь с автобусом до аэропорта, приходишь там, там уже 100-200 людей тебя ждут, но торрис. А вещи, сумки, чемоданы? Ничего. Ты просто так. Торрис тоже находится со всеми людьми? Да. Просто так, конечно. С победой. Раз, два, три, четыре, пять. Вот же он. Не напянуешь. Так, скажите три слова по-японски. Если скажете, останетесь на месте. Подождите. Подождите. Спокойно. Не, не, я не говорю ничего. Аригато. Браво. Что это значит? Я не знаю, что это значит. Не, не надо. Не надо. Не надо. Давай, все нормально. Аригато это, по-моему, спасибо. Как привет? Знаешь тоже, 100%. А как бы спасибо по подписку? Рахмат. 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 Прикольно. Дальше. Знаешь, привет, как, да? Помолчи. Это же не интересно. Нет. Больше я не знаю, кроме вину по-японски. Ну, значит, пропускаем ход. А, пропускаем. Ну, все. Так ты-то тоже пропускаешь ход. А что будем делать? Ну, сейчас ты. Давайте посидим. Да, да, да. Юра, пожалуйста. Приняйте три кофе, пожалуйста. Ида, ходи. Продолжаем игру. Ну, пять-один, давай. Один, два, три, четыре. Корзу. Никита Корзу. Пропустите ход, давай. Ну, я че знаю. А вот один. Один. Дай один. Один, пять, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Да! Да нет! Да нет! На самом деле это так бывает. Так, главный тренер гарантии посреди сезона его отправили возглавлять молодежную сборку в Беларуси Сималий Вареньич, Йоука. Вы покидайте их. Так, ну, поскольку у нас так получилось, да, я предлагаю, чтобы ребята начали игру заново. Старожилы выиграл? Нет, я тоже выиграл, эй. Ну, давай, конечно, не будешь же мы так быстро заканчивать игру. Поэтому я предлагаю, чтобы ребята заново начали игру, ну, что же делать? Сейчас, я так. Да? Ну, давайте, ну. А, давай, давай. Не, подожди, Диме мы же дали шанс один раз. Ну, дайте Валерию шанс. Давай, давай, давай. Сейчас я его обгоню быстрее. 100%, я буду один, 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 один. Вот, смотри, сейчас. Ну, конечно. Жук, да? Против Жук пропустить, в кофте. Да, конечно. В телефоне все нормально. Да, телефон никогда. Только сообщение. 6, бросай. Еще раз? Еще раз. Все по классике. Нет, я перебородат, ребята, вылетел. Самое интересное место. Один. Нет, ты просто все проиграл. Ты пропускаешь ход. Пропускаешь ход? Почему? Ты же сказал, бросай. Бросай. Один, два, три. От трех, то ты проиграл все с паренью. А. Такое бывает. Два. Два. А. Ты пропускаешь ход. Кстати, по поводу с паренью. Валер, помнишь, в 2017 году мы играли в Тенесееве? Да, я помню. Какой ты тогда за поводу с паренью? Кстати, этот парень тоже играл. А что за игра? Товарищ Ковальчик. Товарищ Ковальчик. Да. В Турции. В Турции. В Турции. В Турции. А с кем играли здесь? Нет. С Кахабаровска. А, извини, извини, извини. Не, ну была неприятная игра довольно-таки тяжелая. Не, скажи честно. Давай, скажи честно. Не, просто мы реализовали все свои моменты, которые были практически вот и все. И просто не дали создать таких сто процентов. А я играл, я играл. Поэтому... Ты четыре гола пропустил, ты не стоишь. Поэтому я говорю, я играл. Им было легче играть. Так, наедит клетка один. У вас огни. Пропустите 10 хода. Ну это нормально. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас будет шесть, посмотри. Сто процентов. Два хода пропускаетесь. Вспомни. Один, два. Шесть. Так. Расскажите веселую байку. И продолжайте игру. Веселая байка. Веселая байка. Это что, как история? История, да. Веселая. Ну, неважно какую. Да, да, да. Тогда получается, что-то из Хорватии или... Вообще нет. А, смешно. Чтобы все посмеялись. Не только ты. А, ну например, я получил машину в Японии. И второй день там как руля на правую сторону. А должен идти налево. И я так сто метров все налево. Все направо, как и здесь. И когда увидел так, что там большой... Как его зовут? Знак? Ну, не знак, но машина там большая. Я видел, блин, я сразу спугался. Вернулся назад и... То есть ты по встречке поехал. Ну да. Ну смешно я. Скоро умер, но... Мог бы закончить один наказ. Не, нормально. Валера, а ты просто скажешь баху. Да. Потому что пишет вам, Валера. Такая правильная игра. Я просто хочу догнать его. Не, более 100%. А, баха. А, конечно. Только будь внимательницей. Один, два, три, четыре. А, четыре, четыре. Сто процентов. Три. Что ты слышишь? Ислыч. Если вам немного за тридцать, то бросите кубик еще раз. Если меньше, то пропустите кубик. Нас только одному человеку здесь 10 лет. Футбольный клуб Ислыч это самый возрастной клуб в Беларуси. Тем более сейчас Саша Глеб туда перешел. Да. Его здесь еще поднялся. Один. Стас Легенда. Да. Игорь Стасевич. Три передачи вперед. Два, три. Здесь отжимали. Ну, Валера уже отжимался. А, Валера хочет. А, Валера. Большой раз здесь хочет. Он взорвался. Сразу. Конечно. Мы же играем в игру правильно. Не будем отказываться от такого удовольствия. Две щи, две щи. Не только три минуты. Слушай, не двенадцать раз. Да. Понятно. Прошло три минуты потом. Четыре ставим, да? Только нет один. Только нет один. Оставайтесь на игре. Чисто на отжиманиях сделаем. Да, да, да. И все. Только нет один. Да, ну. Да ладно. Да, да. Слушайте, ну, раз уж так получилось, то... Вылетел. Тогда все трое. Не, ну шанс дайте ему. Да. Нина только шанс. Да. Да. А все, Дима. Дима уже полчаса смотрит игру. Я наблюдаю. Что сделать? Что сделать? Давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пропустите два хода. Пропустите два хода. У тебя есть шанс. Конечно. Еще раз. Четыре, один, два, три, четыре. Надьми на виски. Оставайтесь на свое место. Вас не сбило с этого. У меня еще один раз. Почему? Пропускай. А, все правильно. А, это я. Ну, смотри, Хорват, хитрый. Один, червать, три. А, на три. На клетки вперед. Ну, давай, отжимайся еще раз. Многовато красный клеток. Да, ему реально тяжело. Слушай, не на счет с тобой. А, так он на пальце поджимается. Как, как, как. На этих, на носочках можешь отжиматься без рук? А, не могу. Да, конечно. Да, конечно. Два, два, четыре, четыре. Ооо. Ирюк Печенин, вас все хотят бики-техник на четыре клетки вперед. В прошлом году многие хотели получить защитника Витебска теперь. Да, все правильно. Но, не все получилось. Пропустите ход. Вас выпустил кукс. Опять выпускаете ход. Что за кукс это? А, конечно, опять я на Пелепчук. Отдай. Да ладно. Все? Да, 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 да. Ну, раз уж так получилось. Честно. Валера, кубок отдадим. Каждый из ребят вылетел по два раза. Каждый из ребят вылетел по два раза. Поэтому, ну, что поделать. Игру мы до конца не закончили. Хотя, были очень близки. Ну, на самом деле, все справедливо, считаю. Конечно. Валера Кичин получает этого милого динозаврика. Серьезно? Серьезно, Моша. Ну, такой у нас. Пресс. Подарок дали. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. К сожалению, на эту игру мы не дошли до конца. Но, что поделать. Да. Друзья, если вам интересно, чтобы эта игра продавалась в нашем магазине, обязательно напишите про это в комментариях. Вот. Ну, а ребятам пожелаем удачи в предстоящем матче против Городеев. Пускай все получится. Нужно прибавлять с того, что мы уже начали. Так что, ребят, только вперед. И вам спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. Извини, что так все быстро закончилось. Юрия Огарцу, большое спасибо. Друзья, ну а наша игра на этом не заканчивается. Прямо сейчас мы с вами отправляемся на клетку номер 44, где нас ждет Николай Ходосевич. И нам нужно сделать прогноз на футбольный матч. И мы предлагаем это сделать каждому из вас. Друзья, в комментариях под этим видео оставляйте свои комментарии с прогнозом на воскресный матч между Городей и Минским Динамо. Естественно, будем болеть за наших. И будем надеяться, что наши ребята победят. И победитель нашего конкурса получит вот такой замечательный сертификат от паба The Pub. Такая уж тавтология, да. Кстати, это наши новые официальные партнеры. И здесь реально классный футбольный паб. Здесь крутое пиво, офигенные закуски. Так что, ребята, приходите сюда чаще. Проводите время здесь своей компанией. И победители получат сертификат на целых 100 рублей. И я уверен, просто круто отдохнет, проведет здесь время. Так что, оставляйте свои комментарии. Если же победителей будет больше одного человека, мы проведем жеребьевку в прямом эфире нашей страницы в Instagram. Так что, подписывайтесь на нас, участвуйте в конкурсе. И болейте за Минское Динамо. Вперед! Спасибо.